всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия в этом мастер-классе я предлагаю вам вышить вот такого очаровательного жука я своего жука делала в подарок сестре и он уже от меня улетел и теперь живет в машине кстати под названием жук nissan если вы хотите такого жука сделать брошкой то я скажу вам по ходу мастер-класса когда нужно сделать застежку его жук сможет вас сопровождать десетневно красуясь на вашей одежде ну что ж я предлагаю приступить к мастер-классу если вам понравился мой жук не забывайте поставить лайк и написать конечно же восторженный комментарий и вот как то так выглядит рабочий стол в самом начале творческого процесса и это еще только то что возможно пригодится я не буду показывать вам тут все выдвинутые шкафы и коробки вокруг скажу лишь одно что пока сама не знаю что я буду использовать поэтому те материалы которые пойдут в работу я буду называть в процессе ну и постараюсь в конце собрать все это в список и куда-то в описании разместить этот список под видео ну что поехали за основу беру стекло в форме кабошона или линзы размеры его 30 на 40 миллиметров на плотном фетре надо обвести контуру этого стекла фетр постарайтесь найти пожестче у меня это один миллиметр на жестком фетре просто удобнее будет вышивать в углу для бисера мы вдеваем манонить будем обшивать бисером кабошон и для начала я беру черный бисер это у меня предсоза чешский номер его 23 980 закрепляем нить на линии которую мы наметили на фетре далее набираем по 2 бисерины иглой отступаем примерно от места где закрепили нить расстояние равное двум бисеринам и уводим иглу наизнатку затем мы возвращаем иглу между бисеринами и нить выводим через крайнюю бисеринку далее повторяем все эти действия снова набираем две бисерины отступаем расстояние примерно равна этим двум бисеринкам выводим иглу между ними и проходим в последнюю бисерину таким образом они ровно встают по намеченному контуру и нам сейчас нужно полностью обшить бисером весь этот контур вот так выглядит первый ряд все бисеринки должны лежать ровно сейчас возьмите кабошон примерьте его все ли получилось по размеру и следующий ряд я буду плести бисером зеленого цвета у меня это гамма а 059 в линейке прецеозы этот оттенок будет под номером 51 120 иголка у нас сейчас выходит из бисерины набираю теперь по одной зеленой бисеринки и отступив одну черную в первом вот этом начальном ряду заходим следующую черную бисерину снова набираем одну зеленую бисерину и отступив одну черную заходим иглой в следующую таким образом зеленые бисерины будут располагаться через одну эта техника называется мозаичное плетение в общем продолжаем плести этот ряд до конца смотрите я уже начала второй ряд мозаичного плетения и если в первом ряду зеленые бисерины гуляют то вправо то влево во втором ряду все встает уже на свои места мы также продолжаем набирать по одной бисерине и проходим уже в каждую зеленую бисерину девочки меня мой прозрачный кабошон натолкнул на идею я смешала несколько оттенков чешского бисера 15 размера чтобы сделать оригинальную спинку своему жуку на данный момент у меня сплетено 4 ряда мозаичного плетения и пока я остановилась серый цвет фетра я решила прикрыть черным донышком вырезала его из черного картона и теперь высыпаю сверху подготовленную смесь из бисера распределяю его ровно нам тут не нужен толстый слой и сверху вставляю стеклянный кабошон по моему выглядит неплохо думаю такая спинка жука точно будет притягивать взгляд продолжаю плести окантовку мозаичным плетением и в следующем ряду это у меня будет пятый ряд меня бисер снова на черный а чтобы плетение не топоршилась так как у нас уже сплетен достаточно высокий бортик в этом ряду надо сделать убавки сейчас покажу как они делаются набираем одну бисеринку и иглой проходим сразу две бисерины предыдущего ряда такие убавки делаем в четырех местах где-то ближе к узкому краю кабошона в итоге я закончила плетение двумя рядами черного бисера и по краю добавила два ряда зеленого бисера он похож по цвету на тот которым мы начинали плести у него такой же перелив есть бензиновый только немного темнее это бисер тоха 15 размера номер его 1584 на мой взгляд получилось интересное тело у нашего жука с обратной стороны посмотрите также должно быть все аккуратно и у вас теперь эту деталь откладываем сторонку и переходим к следующей сейчас мы будем делать нижние крылышки нашему жуку для этого нам понадобится плоскогубцы толстая проволока более-менее подходящий по диаметру предмет у меня вот такая баночка из-под каких-то таблеток наверное сейчас мы начнем с вами делать и вы поймете зачем она светлый фатин и клей подойдет сюда ювелирный клей b6000 либо 7000 также можно взять момент кристалла берем проволоку и начинаем ее обкручивать вокруг баночки ну или того предмета который вы найдете чтобы все получилось ровно помогаем себе плоскогубцами в итоге получается вот такая заготовка для крыла обрезаем лишнюю проволоку и откладываем точно так же делаем вторую заготовку и так мы сделали две заготовки при помощи баночки и получили одинаковый диаметр этих деталей теперь придадим им форму крыльев их немного нужно выгнуть в длину можете прикладывать эти детали к телу жука примеряйтесь нам нужно получить примерно вот такой размер крыла берем клей и одну сторону крыла промазываем клеем обратите внимание клей в этом случае должен быть обязательно прозрачным кусочек фатина который предварительно был вырезан по размеру прикладываем к проволоке и приклеиваем точно так же промазываем проволоку с другой стороны загибаем фатин и приклеиваем его получаются две вот такие заготовки откладываем их пока в сторону чтобы они просохли когда крылышки наши подсохнут обрезаем лишний фатин по контуру крыла и далее мы с вами будем обшивать бисером края этих крылышек одно крыло у меня уже готово показываю как это будет выглядеть для того чтобы у вас было представление что мы сейчас будем делать берем второе крылышко закрепляем манонить где-то в уголке и набираем одну бисерину подвели ее к основанию нити и проходим иглой снизу вверх она должна у нас развернуться нам надо ее повернуть отверстием вверх снова набираем одну бисерину иглой мы заходим за проволокой и слегка отступив от первой бисерины небольшое расстояние и снова проходим через набранную бисерину снизу вверх чтобы она развернулась таким образом мы с вами должны обшить весь край вот этого крылышко следите за тем чтобы бисерины стояли плотненько друг дружки тогда у вас все будет аккуратно и красиво все продолжаем это крылышко обшивать до конца и кстати чуть не забыла это у меня сейчас работе был бисер гамма а 004 в линейке прицесса это 16 090 когда крылышки будут готовы откладываем их пока в сторонку пусть ждут своей очереди а мы тем временем продолжаем работу и сейчас нам нужно сделать верхние крылышки вот я взяла по размерам примерные размеры кабошона чуть пошире может быть разделила это пополам и нарисовала вот так вот просто от руки вот такие два так скажем шаблончика вот с ними сейчас будем работать у меня уже одно крылышко готово я могу вам его показать даже вот смотрите могу тут приставить вам что тут в каком порядке будет состыковаться в общем должно получиться очень очень красиво и так давайте вместе вышивать второе крылышко для начала нам нужно пройтись по контуру вы уже это умеете я уже вам показывала как мы набираем здесь по 2 бисерины проходим иголочка отступаем расстояние равное этим двум бисеринкам потом возвращаемся между ними и проходим в крайнюю бисерину то есть здесь все уже понятно вы это все умеете делать так вот контур я вышиваю бисером прицесса кематитового цвета номер у него 49 102 следующим этапом у нас будет вышивка пайетками и пайетками я прохожу одну сторону крыла смотрите для того чтобы пришить пайетку иголочка выводится прям у края предыдущей пайетки потом набирается новая пайетка и заходим обратно иголкой уже в другую сторону наизнанку когда идем отступая от пайетки примерно полтора миллиметра почему полтора потому что пайетки у меня три миллиметра то есть половинка пайетки у вас тут должен быть вот этот отступ то есть я использую пайетки 3 миллиметра цвет у них светло золотистый радужный ну номеров никаких тут у меня нет по второй стороне крыла я вышила один ряд бисером прицесса это рубка сатиновая такой полупрозрачный белый перламутровый какой-то цвет в общем это не передать словами по моему очень красиво получается если ее пришивать не ровно друг за другом а вот с таким вот наклончиком до что по них друг другу бисеринки были под наклоном следующим этапом мы будем пришивать зеленый большой кабошон на крыло и он будет у нас акцентом всего жука ну то есть два на двух крыльях у нас будет два вот таких вот кабошон чека зеленых по контуру кабошона намечаем линию где он будет находиться затем я беру бисер делика гематитового цвета номер его db 0011 и начинаю вышивать по контуру то есть первый ряд как всегда мы пришиваем все бисеринки друг за другом следующие ряды мы продолжаем мозаичным плетением и все последующие ряды сколько здесь нам тут понадобится по высоте кабошона плетем вот этим мозаичным плетением как она выполняется я также уже вам показывала здесь отличий никаких нету за исключением того что тут мы берем другой бисер в итоге деликой у меня получилось проплести три ряда вы смотрите по высоте своего кабошона крайний ряд я беру бисер тоха pf 558 серебристый и крайний ряд прохожу вот этим серебристым бисером он у нас придает акцентик нашему кабошону и плюс стягивает все это плетение за счет чего кабошон будет хорошо держаться теперь можно переходить пришиванию бусин я вам расскажу сейчас какое количество и какие размеры бусин я использовала для своего крылышка а вы смотрите по размерам что у вас войдет то есть у вас крылышко может быть немного другого размера поэтому и бусин может получиться чуть больше либо чуть меньше и так сначала я пришиваю в уголок одну бусину белого цвета такой вот жемчужный перламутровый оттенок этой бусины это у меня бусина 4 миллиметра и на крылышко у меня уйдет две таких бусины вторую бусину мы сейчас чуть позже пришьем в общем я закрепляю хорошо эту бусину потому что она здесь одна далее вывожу иголочку в том месте где у меня будет начинаться ряд вот из тех бусин которые остались и набираю все бусины в том порядке в котором я их решила использовать у меня в наборе будет две бусины зеленого цвета 3 миллиметра это прозрачные такие граненые я использовала бусины дальше у меня будет две бусины такой серебристо графитового цвета они тоже граненые и размер их 4 миллиметра и сейчас всю эту низку с бусинами я пришиваю в том месте где она должна закончиться то есть они у меня пока не закреплены теперь я прохожу каждую бусину по отдельности и закрепляю их на своих местах на свободное место с противоположной стороны крылышко я пришиваю красную бусину 4 миллиметра она также будет здесь акцентом смотрите как хорошо она сочетается с зеленым и все оставшееся место я заполняю бисером бисер этого цвета у нас уже был поэтому я не буду повторяться назвать его номера когда оба крылышка у нас будут готовы можно обрезать лишний фетр по контуру только будьте аккуратны ради бога не заденьте те нитки которыми вы пришивали бисер дальше мы с вами будем заниматься укреплением крылышков нам с вами надо чтобы они у нас вот так вот выкибались как будто бы жук наш пытается взлететь и для этого к фетру я с обратной стороны пришила кусочек проволоки за счет проволоки у нас крылышко будет держать свою форму дальше нам с вами понадобится картон или плотная бумага какая-то мы из нее вырезаем деталь по форме крылышко но эта деталь должна быть у нас на миллиметр или полтора меньше чем сама крылышко то есть отступайте по полтора миллиметра с каждой из сторон эту деталь мы приклеиваем сверху клеем и даем просохнуть для того чтобы оформить красиво низ крыльев и прикрыть все что мы тут по наклеили нам понадобится тонкий фетр я беру зеленого цвета и мой фетр тут проклеен дублерином это в принципе не обязательно просто для другой работы мне это было необходимо нам с вами надо приложить теперь крылышки на фетр можно их сразу приклеить потом вырезать то есть у нас должны получиться вот такие аккуратные крылья с одной стороны тут полностью закрыто все вышивкой с другой стороны зеленый красивый фетр и все внутренности все укрепления у нас спрятаны внутри теперь нам с вами нужно оформить боковые стороны крылышек использовать мы будем тот же самый бисер которым уже работали в начале поэтому я не буду его называть и нам с вами нужно красиво прикрыть тот пирог который мы тут с вами налепили суть техники здесь точно такая же как мы оплетали уже внутренние крылышки только здесь нам нужно иголкой прокалывать все слои крылышка и точно также выводить иглу в бисеринку чтоб она развернулась своим отверстием кверху и чтобы все бисеринки ровно встали друг дружки тогда будет красиво и аккуратно теперь давайте сделаем жуку голову я беру кристалл ривали без цапы у меня если у вас сапой возможно вам будет его удобнее пришить здесь мы будем оплетать на том же фетре рядом с вот стельцем да и мне для того чтобы вот это ривали никуда у меня не заваливалась нужно было какую-то основу я поэтому сделала такой вот небольшой круг из бисера да для того чтобы просто вот ее посадить чтобы она не болталась никуда не наклонялась и потом уже начинаю по контуру обшивать так как мы пришивали другие какие-то кабошон и вся техника точно такая же просто здесь вот первоначально я сделала вот этот вот добавочный так скажем поддерживающий ряд бисер берут гематитовый он у нас уже был в работе и начинаю мозаичным плетением оплетает вот этот вот ривали у меня получилось 4 ряда бисером прицел со вот этим гематитовым дальше я перехожу на 15 бисер тоха который серебристый для того чтобы у нас тут все подтянулось дальше голове нужно пришить глаза и за глаза я взяла вот тут вот эти гематитовые серебристые бусины граненые 4 миллиметра ну вот по моему неплохо смотрится просто иголкой вывела нить в нужном месте и крепко пришила оба глаза теперь можно закрепить нижние крылья здесь у каркаса помните у меня торчало здесь проволока да я все лишнее обрезала и сформировала вот такую вот петельку то есть она примерно такого размера как высота вот тут вот тело подставляем сюда между головой и телом вот эту петлю выводим там ниточку и крепко пришиваем то есть вы по прикладывайте вот эти крылья посмотрите в каком месте должна быть вот эта петелька чтобы крепко все держалась может быть как-то подкрутить эту петлю из проволоки чтобы лучше она там встала да на свое место и уже надежненько пришейте все это к фетру девочки смотреть хочу обратить ваше внимание на то как крепко должны здесь быть пришиты нижние крылышки вот прям вот упруго все здесь очень очень хорошо закрепите у меня с той стороны видели до сколько стежков сделано и к этим крыльям мы уже прям через них будем пришивать верхние крылышки иголкой мы проходим для основания насквозь через все верхнее крыло потом через нижнее крыло выводим это все наизнанку снова обратно возвращаемся в общем крепко-крепко пришиваем второе крыло вот это верхнее и плюс еще потом между головой и крылышками вот этими верхними надо сделать такое тоже сцепление то есть там несколько швов тоже пройдите чтобы все это было сцеплено очень хорошо и так сказать намертво и вот здесь у меня уже все готово все сцепление произведены я вам показываю насколько вот как должны двигаться крылья до чтобы вы увидели насколько крепко нужно все здесь сцепить между собой вот я думаю визуально теперь вам понятно к чему стремится теперь берем ножницы и аккуратно напоминаю очень аккуратно ни в коем случае не заденьте те ниточки которыми вы тут все пришивали по контуру вырезаем нашего жука ну что мой жук уже готов по моему взлететь мой как же он мне нравится такая красота получается девчонки вам как напишите там в комментариях какие эмоции вызвал у вас мой жук и решились ли вы сделать такого красавца в итоге дело тут осталось за малым надо ему усики сделать и лапки все сейчас покажу как я это сделала процесс я не снимала потому что снять это бесполезно сейчас все расскажу как что и куда сделать для усиков я взяла вот такие пины с шариками на концах и на этот пин надела несколько босин тут в перемешку я надевала тоха 15 и далеко не мать и того то есть вот такие утики у меня получились на конце пина мы делаем петлю и за эту петлю усика пришиваем к фетру то есть крепко накрепко тут все сами понимаете дальше вот здесь вот вверху ну то есть в мордочке я вставила решила колечко еще потому что этот жук точно не будет носиться как брошка начале видео вы наверное уже увидели куда этот жук поедет жить но вот сейчас в данный момент я не знаю может быть он будет подвешен может быть какие-то другие варианты найдем в общем на всякий случай делает тут колечко чтобы можно было его подвесить и в том месте где у нас шея где голова пристыковывается к туловищу я тоже решила сделать укрепление вырезала два кусочка проволоки и пришила их то есть это такие ребра жесткости пусть они будут у нас тут внутри чтобы голова не болталась у нас теперь мы подготовим ножки для nokia беру обыкновенные пины гвоздики они подлиннее покрепче и надеваю на них но тут произвольный порядок в принципе может быть я взяла для ног бусинку поменьше в начало бусинку побольше там где нога будет сгибаться у жука вот а посередине тут бисер у меня гематитовый бисер немножко добавила зеленого кое-где чтобы мерцало в общем вот такой набор для четырех ног я сделала эти ножки нужно загнуть чтобы они были похожи на жучьи ножки и на конце если лишнее будет отрезать на конце сделать петельку за которым мы будем пришивать ногу точно так же как у усы мы сделали и передние две ноги я решила сделать поменьше размером то здесь у меня идут две бусины 3 миллиметра между ними бисер но то есть они будут чуть-чуть поминиатюрнее смотрите какого размера на ваш взгляд должны быть ноги у жука такие и делайте все теперь ноги осталось пришить к туловищу ну что наш жук теперь уже не только с крыльями он уже даже с лапками и в принципе получились такие симпатичные лапки правда теперь похож на жука с внешней стороны вернее это внутренняя сторона будет вот тут получился такой железный дровосек и сейчас вот это вот все богатство нам надо прикрыть мы будем из кожи можно взять конечно кожзам вырезать ему брюшко и все вот эти вот запчасти у нас скроются укладываем жука на изнаночную сторону кусочка кожи и каким-то чудесным образом стараемся перенести контур жука между всех этих лапок усиков глазок на кусочек кожи не переживайте если у вас получится вот этот контур неровный вырезайте его сейчас ножничками аккуратненько потом прикладываем вот этот вот вырезанную эту заготовку жуку мы ее приклеим то есть нам уже видно да где у нас получилось чуть чуть побольше чуть поменьше где-то в уголках у нас лишняя кожа осталась мы сейчас эту заготовку приклеим и уже маленькими ножничками по месту подрежем все что у нас тут получилось лишнее и в итоге нам остается последний завершающий этап обшить бисером вот этот вот торец самого жука чтобы спрятать края кожи и фетра да кстати если вы хотите чтобы ваш жук был брошкой то перед тем как приклеивать деталь из кожи наметьте место в котором должна быть застежка сделайте отверстие в коже и вставьте туда застежку и уже после этого приклеивайте деталь и переходите к завершающему этапу обшивки бисером как выполняется этот этап вы уже все четко знаете мы с вами обшивали таким способом крылышки и нижние крылышки и верхние крылышки и вот теперь осталось ту же самую операцию проделать самим жуков и когда ваш жук будет готов скорее фотографируйте его и присылайте мне в соцсети я с огромным удовольствием посмотрю на ваше произведение искусства жду ваших жуков на этом наш мастер-класс подошел к концу а я вам напоминаю что все материалы я оставила для вас внизу под этим видео для этого вам нужно развернуть описание и вы увидите весь этот список в этом списке я прикрепила ссылки на материалы чтобы вы не потерялись и купили именно то что необходимо а теперь давайте прощаться с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока а а а а а а а а а Продолжение следует...